Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я нутрицолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. Сегодня мы с вами рассмотрим нутриятный состав свеклы и посмотрим, как же включать ее в свое питание, как на похудении, так и в формате поддержания своего веса. Итак, поехали! Свекла считается крахмалистым корнеплодом, но на самом деле крахмала-то в ней не так много. Давайте посмотрим на 100 грамм продукта, всего лишь 0,1 грамм. Помните, когда мы с вами рассматривали картофель, там было порядка 14 граммов на 100 граммов продукта. Несмотря на это, свекла является прекрасным источником сложных углеводов, ее переварить достаточно сложно, поэтому я рекомендую включать свеклу в свое питание в качестве именно источника сложных углеводов. И не только. Свекла очень богата минеральными веществами, о которых мы с вами поговорим ниже. Давайте теперь посмотрим на макронутриенты в составе свеклы. Белки, жиры и углеводы. Итак, углеводы 8,8 грамм на 100 граммов сырого, соответственно, продукта. Они представлены пищевыми волокнами, которые в свекле очень такие плотные. Да, помните, наверное, что свекла варится там сколько? Два часа, да, бывает даже и больше. Достаточно такие плотные. То есть это все идет на здоровье нашей кишечной микрофлоры. Я хотела бы заметить, что свекла это такой продукт, который богат простыми сахарами. То есть внутри в ней есть также и сахароза, дисахарид, который состоит из глюкозы и фруктозы, и также вот эти вот моносахариды в небольшом количестве. Что это значит? Для того, чтобы напитать наш мозг глюкозой, которая необходима для его функционирования, не обязательно есть шоколадку, не обязательно пить чай с сахаром, с медом и так далее. Можно включать в свой рацион, в правильном сочетании и в правильном количестве цельные продукты, которые богаты в том числе и сложными углеводами. Крахмал у нас преобразуется в организме, в глюкозу. Вот как раз дает нам вот этот вот моносахарид. И также можно включать такие продукты, как свекла, которые имеют в своем составе достаточно большое количество простых сахаров. При хранении обычно количество простых сахаров изменяется. Это связано с дыханием продукта и, соответственно, могут меняться различные вкусовые характеристики. Далее, жиры. Здесь совсем их немного. То есть свекла это явно не источник жиров. И белка здесь также мало. Но при этом сторонникам теории раздельного питания в одном продукте есть и углеводы, и жиры, и белки. Не существует раздельного питания. Когда мы едим даже такой продукт, как свекла, морковь, картофель, там тоже есть немного белка и немного жиров. И, кстати, насчет белка в картофеле. Если человек употребляет достаточно большое количество картофеля, то в год, если судить по количеству белка, полученного из данного картофеля, то картофель будет являться одним из источников белка. Вот видите, как интересно. Энергетическая ценность свеколочки у нас всего лишь 42 килокалории. Но мы сами очень часто увеличиваем данную калорийность, каким образом добавляем майонезную шапку к салату. Селедка под шубой, заправляем винегрет огромным количеством масла и так далее. То есть добавляем жиры к данному продукту. Жиры необходимо в своем питании нормировать. И если вам действительно актуально держать свою классную форму или худеть, то необходимо озаботиться этим вопросом. Жиры это хорошо и прекрасно, не должны использоваться в питании, но все всегда в меру. Кстати, я хотела бы заметить, что такой салат, как винегрет, допустим, и оливье, где овощи, в том числе свекла, порезаны небольшими кусочками, совершенно для Руси и питания русского народа не характерен. Эти салаты мелкокусковые, они пришли к нам с запада, из Франции в 19 веке и потихонечку заняли место в числе наших любимых салатов. Вообще на Руси до 19 века все овощи варились отдельно и, соответственно, и употреблялись тоже отдельно. То есть салаты как таковые не делались, и был салат из одного вида овощей. То есть, допустим, картофельный салат, да, свекольный салат. И все это было отдельно. Овощи отваривались, делались на пару, запекались. На самом деле наша русская кухня очень-очень изменилась, когда на нее начали проникать кулинарные традиции с запада, и в том числе появились вот такие вот многосоставные салаты, соусы и различная мелкая шинковка. Про то, как лучше всего термообрабатывать свеклу для ежедневного рациона, я поговорю ниже. Сейчас давайте посмотрим, какими же нутриентами богата свеколочка наша замечательная. Итак, по жирорастворимым витаминам совсем немного каротиноидов, витамина А. Ну, конечно, здесь у нас первое место занимает морковь. Следующий выпуск я посвящаю ей. Но, тем не менее, здесь немножечко есть бета-каротина. Поэтому классный такой вот совет, когда запекаете вы свеколочку в кожуре, на гриле или где-то в духовке, при подаче можно ее немножечко сбрызнуть нерафинированным маслом первого холодного отжима. Я вот, например, сбрызгиваю маслом грецкого ореха. Можно оливковым маслом, допустим. Ну, любым, какое вам нравится. Можно еще усилить действие каротиноидов и сбрызнуть желтым маслом, оранжевым, которое тоже содержит каротиноиды. Это тыквенное, допустим, облепиховое. Ну, вот такие вот какие-то виды масел. По витаминам группы В здесь их достаточно немного. Конечно, приоритет по этим витаминам в питании идет на крупы цельные, нерафинированные. Хотела бы отметить, что свекла также дает нам витамин С. Витамин С, он очень нестойк и разрушается при термообработке, при контакте с кислородом воздуха, при длительном хранении, при мелком нарезании. Какой вывод мы можем сделать? Что для сохранения витаминов, в том числе и фолиевая кислота, витамина К, витамина С и других, да, аниоцина, необходимо запекать данный продукт именно в кожуре. Недолгосрочное, да, различное запекание, то есть 150 различных термических обработок, они, конечно, очень уменьшают витаминный состав продукта. Если мы делаем винегрет, режем маленькими кусочками свеколочку, понятное дело, что здесь, конечно, от витамина С уже остается совсем немного, да и от активности каротиноидов тоже. То есть, если вы приготовили салат и храните его, там, как помните, на Новый год всегда дней 5, прямо вот до, там, 3-4 числа все эти салаты в тазиках хранятся, то уже на первое число, на 1 января у вас будет значительно более бедный по нутриентному составу продукт, салат, чем 31. Поэтому вот такая вот рекомендация от меня. Все салаты в рационе, абсолютно все, должны быть свежими. Лучше сначала немножко подзапариться, это имеет смысл и со всеми тоже овощами, и с болгарским перцем, и с морковкой, и со свеклой, и с огурцами, и с помидорами, и с зеленью со всей, чем потом оставить этот тазик салата, в том числе свежих овощей, винегрета, на первое-второе число, и уже есть практически мертвые овощи, плавающие, ну, понятно в чем, в жире. Да, обычно майонеза, конечно, очень много, и он делает салаты на Новый год не источниками клетчатки, а источниками насыщенных жиров, но явно не омега-3. Поэтому витамин С сохраняем обязательно, свекольный сок, если вы любите его, то выпиваем сразу после того, как он был отжат, да, покупать свекольный сок, надеясь на какую-то С-витаминную активность, не нужно. И когда мы свеклу отвариваем, соответственно, тоже, если мы ее режем на маленькие части, то мы всегда теряем витаминную активность, часть витаминов, минералов, да, они выходят в отвар, мы затем все это дело сливаем, или отвар испаряется, и мы очень сильно теряем, по правде. Поэтому, если вы варите свеклу, то отваривайте ее в кожуре, и затем уже разрезайте, порционируйте. Можно, допустим, делать нарезанную на крупной терке свеколочку отварную, сразу отварили, сразу ее натерли, и сразу съели. Вот такую вот уже натертую свеклу хранить я не советую. Лучше хранить вареную, цельную, клубнем, ну, там, один день, максимум два, то есть быстренько ее съесть. Среди минералов я хотела бы выделить калий, вот он. Калий является синергистом у нас с магнием, улучшает его активность, активирует его, а магний у нас участвует во всех реакциях синтеза энергии. Видите, как все в нашем организме действительно взаимосвязано. Калий у нас участвует в работе калиево-натриевых насосов, снабжении клетки питательными веществами, выводе метаболитов из клетки, также профилактирует различные судороги, спазмы, участвует в различных видах обмена и регуляции нервных импульсов, и проводимости, возбудимости наших нервных волокон, а также в работе нашей сердечной мышцы тоже с точки зрения нервных волокон. Далее, железо. Здесь его не совсем много, и оно, конечно, не гемовое, но если мы сравним с другими различными продуктами растительного происхождения, овощами различными, здесь железо достаточно такое вот внушительное количество. И железо у нас участвует в кроветворении, соответственно, да, и если мы другие различные овощи вспомним, которые содержат достаточно большое железо, это количество железа, это зеленые различные овощи, это морковь, допустим, ну, это яблоки, но железо никогда не будет приоритетным в рационе человека, именно растительного происхождения, то есть железо необходимо набирать из продуктов животного происхождения. Здесь я вот просто отметила вот эту интересную деталь. И посмотрите, сколько здесь хрома, 40%. Хром у нас участвует в липидном обмене, также входит в состав молекулы инсулина, то есть участвует в углеводном обмене, улучшает, да, вот эту толерантность к глюкозе, стабилизирует уровень сахара в крови, поэтому советую всем, у кого есть предрасположенность к диабету, допустим, да, есть лишний вес, обязательно включать данный продукт в свой рацион. Если говорить про использование свеклы в питании, конечно, можно ее использовать в ежедневном питании, комбинировать с белком, здесь вот у меня не видно, где-то здесь под овощами у меня есть 3 яйца с желтками, то есть классно, если будут в данном приеме пищи еще и жиры для лучшего усвоения каротиноидов. Вот у меня здесь еще морковка, поэтому вот жиры обязательно у меня здесь есть. Запекать можно как, допустим, на гриле делать, можно делать в духовке, при подаче можно сбрызнуть немного маслом первого холодного отжима, можно не сбрызгивать, здесь у меня жиры есть, в принципе, если у вас есть жиры в данном приеме пищи, то прекрасно каротиноиды усвоятся. Я, например, очень люблю свеклу компоновать с яйцами, белым мясом, мне нравится с курогрудкой, мне нравится с красной рыбой, вот именно для меня это самое классное сочетание, не знаю, как у вас. И вообще в детстве я свеклу очень не любила, и не любительница была там свеклы с чесноком, с майонезом, и салата под шубой, я там любила только селедку выковыривать, и борщ тоже не был моим любимым супом. Но вот вы знаете, когда выросла, я действительно полюбила этот продукт, и полюбила я его именно в двух формах. Это запекание вот такими вот кругляшочками, я его запекаю сначала, кругляшочками нарезаю, без снятия кожуры, запекаю, и затем немножечко кладу на гриль, чтобы были вот такие красивые вот полосочки. Иногда кладу, иногда нет, в зависимости от настроения и того, сколько у меня там есть времени. И еще я очень люблю делать себе салат из свеколочки, я ее отвариваю тоже в кожуре, затем я ее на крупной терке натираю, и с маслицем как раз-таки грецкого ореха я ее ем и добавляю немножко соли. И вот этот салат я обычно добавляю к красной рыбе и к водорослям вакамы. У меня там красная рыба лежит, немножко водоросли вакамы и немножко вот этого салата. И для меня это просто чудеснейшее сочетание, люблю вот на ужин я поесть вот такого вот замечательного салата. Добавление майонеза, различного сметаны и других различных соусов оправдано как раз как создание жирной основы, но при этом смотрите на калорийность и всегда думайте о том, если вы говорите о каком-то соусе, да, какие нутриенты поступают в мой организм с этим соусом. Не лучше ли вместо какого-то соуса, который вы купили в магазине для заправки салатов с огромным составом взять хорошую сметану, с зеленью ее смешать и будет у вас замечательная заправка для салата. Здесь смотрите сами и регулируйте количество соуса согласно вашему образу жизни и вашей физической активности. С вами была Мария Сафина, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Увидимся с вами в других выпусках. Пока-пока!